Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Бедушева. Пистолет как аргумент. За что владелец столичного кафе расстрелял посетителей своего заведения? Смертельный погром. Кто напал на ромский табор во Львове? Есть жертвы среди раненых ребёнок. Back in U.S.S.A. Кто и зачем хочет вернуть вытрезвители в Ивано-Франковске? Марихуана для выживания. Как история болезни одного мальчика заставила всю Британию заговорить о легализации каннабиса? В Киеве владелец кафе открыл огонь по посетителям. В результате один человек был убит и ещё один ранен. Сейчас он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Конфликт произошёл ночью в Оболонском районе столицы. По данным полиции, между хозяином кафе и группой отдыхающих возник конфликт. Гости оскорбляли других посетителей и хозяина заведения. На замечания администрации мужчины отвечали грубостью. И после очередной попытки утихомирить гостей, владелец кафе несколько раз выстрелил в них из пистолета. Двойное убийство в Харькове неизвестны. Из автомата расстрелял супругов в их собственном доме и ранил 13-летнюю девочку. Тела убитых обнаружила соседка. После опроса свидетелей полицейским удалось выйти на след преступника. И через несколько часов его задержали на выезде из города. В автомобиле подозреваемого нашли огнестрельное оружие. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства этой трагедии, а также мотивы убийцы. Ночная резня в одном из ромских поселений во Львове. 10 человек напали на семью ромов. Есть жертвы. Нашла ли полиция виновных? Выясняла Галина Якушко. У 19-летнего Раджа на теле несколько колото-резаных ран. Врачи провели экстренную операцию. Этой ночью около полуночи на семью Раджа напали неизвестные в масках. Они ворвались в ромский табор на улице Трусковецкой на окраине Львова. Стали избивать его жителей. В это время в таборе спали 10 человек. Среди них женщины и дети. Радж вместе с братьями вступил в драку с неизвестными. Палили батьку и ножи сюда, туда. И все, и били. Он раз меня. Упала я, так? Ножи было его, молоток, все было. Пациент 19-ти року, сколото разными ранами ротной клетки правого плеча. Хворий был обстежен, взятый в эргентную операцию, прооперованный. Сейчас, на данный момент, хворий находится в хирургическом отделении. Стан хворого стабильно, тяжкий. Радж еще не знает, что его 24-летний брат Дави погиб. Ранение получили еще три члена семьи. Среди них 10-летний мальчик и женщина, которая заступилась за ребенка. Полиция задержала семерых злоумышленников. Они сейчас в изоляторе. Все участники одной из праворадикальных молодежных организаций. Задержанным грозит пожизненное заключение. Вылечены возможные снаряды убийства НИЖ. Эта ситуация пребывает на контроле руководства Национальной полиции Украины и Министерства внутренних справ. Сейчас решаются вопросы о поддержке подозреваемых, ускояниях этого нападения. Это не первое нападение на Ромов за последние несколько месяцев. До этого погромы были в Киеве, Ивано-Франковске и Тернополе. Но до убийства дошло впервые. Ситуация потрясла даже международное сообщество. Пресс-секретарь Генсека Совета Европы написал в Твиттере «Нас ужасает то, что в этот раз убили человека. И ожидаем полного и прозрачного, безотлагательного расследования». Петр Порошенко поблагодарил Владимира Балуха за письмо и за мужество. На своей странице в Фейсбуке президент заявил, что борьба за свободу политзаключенных украинцев продолжается, и их несокрушимый дух заслуживает уважения. Я напомню, ранее украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо Петру Порошенко. В нем он поблагодарил за усилия по освобождению заложников на Донбассе, в Крыму и в Российской Федерации. А также рассказал, как в так называемый «День России» в Симферопольском СИЗО политзаключенные кричали «Слава Украине!». Один украинский военный ранен сегодня в районе Мариуполя. Боевики били из орудий 122-го и даже 152-го калибров. Из запрещенного орудия стреляли Водяное, Гнутово и Богдановку. На Луганском направлении горячие точки – это Крымская и Новотошковская. На позициях сегодня работал Геннадий Вивденко. Их много. Их много сегодня опознаешь. Кто раньше, кто позже. Новые воронки после попадания снарядов крупного калибра в районе поселка Новотошковское Луганской области. Обстрелы не прекращаются всю неделю. К тому же стоит аномальная жара, что добавляет трудностей. Противник прощупывает наши позиции. Пехотными атаками приходится отвечать стрелковым огнем. Вот результат ночной работы украинских защитников на линии поселков Новотошковское и Крымское. Пришлось давать достойный ответ. Враг продолжает давление. Не дуже вдається им. Спеваем заховатись. Наблюдаем выхода миномета їхніх. Это средь белого дня. Это работа в сторону села. Работа в сторону наших воинов и мирных жителей. Вот это один из элементов недавних, недавней работы. У нас колок это 120-я, а может и 152-я. Да, очередной выход. Сейчас будет приход. Уже второй месяц подряд оккупанты пытаются выдавить вооруженные силы Украины с позиции в районе Бахмутской трассы. Безуспешно. Это меняет тактику, меняет направление обстрелов и часто работает с крупнокалиберных пулеметов и латкосвольной артиллерии, с минометов работает. Пока атаки противника подавляют, соблюдая минские соглашения, сдерживать получается. Зачастую противник прикрывается живым населением, так как мы знаем, что они там есть. И очень часто не можем по этому поводу работать. Поэтому у нас только стрелковой ответ и очень-очень редкий. Только когда мы убеждены, что туда можно стрелять. Наши бойцы отмечают с той стороны передислокация танков и самоходных артиллерийских установок на передовую в районе оккупированного поселка Донецкое. Военные заверяют, к атаке готовы. Из Луганской области Геннадий Вивденко, Дмитрий Раскольников, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Противостояние израильской армии и группировки Хамас в секторе Газа усиливается. Обе стороны обстреливают друг друга. Авиация бомбит цели в Анклаве, а палестинцы поджигают поля и леса. Сергей Ауслендер расскажет подробнее. На границе Израиля и сектора Газа мир пока никак не наступит. Там идет обмен ударами. Уже больше месяца палестинцы продолжают запускать в сторону Израиля воздушных змеев с коктейлями Молотова и воздушные шары с взрывчаткой. Армия в ответ бьет по целям в Анклаве, разрушая инфраструктуру террористов. От простого отражения атак военные перешли к наступательной тактике. Теперь дроны, оснащенные пулеметами, уничтожают группы поджигателей. В ответ палестинцы обстреливают юг страны ракетами и минометными снарядами. Сегодня нам удалось предотвратить серьезный ущерб. Мой расчет сбил пять ракет, нацеленных в центр Ашкелона. Они продолжают обстреливать гражданское население. Это неприемлемо. Мы здесь, чтобы защитить наши города. Система противоракетной обороны «Железный купол» теперь развернута на юге страны на постоянной основе. Впрочем, террористы пытаются причинить ущерб Израилю не только путем обстрелов. С тех пор, как заработала новая система обнаружения подземных тоннелей и прокладывать их стало очень опасно, террористы сумели построить один из них под водой. Он вел к израильскому побережью в районе города Ашкелон. Военные сумели обнаружить его и уничтожили ударом с воздуха. Во время последней войны в 2014 году аквалангисты Хамаса через подобный туннель сумели пробраться на израильское побережье, но были вовремя обнаружены и тоже уничтожены. Сейчас, чтобы защититься и от этой опасности, Израиль начинает строительство подводного барьера на юге страны, вблизи границы с сектором газа. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Укрепление авторитаризма или возвращение демократии. Сегодня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Главный оппонент Эрдогана, представитель Республиканской народной партии Мухарем Индже. Есть ли шансы у оппозиции, выяснял Александр Васильченко. Более 180 тысяч избирательных участков с самого утра открылись в городах Турции. По официальным данным, голосовать на досрочных президентских и парламентских выборах будут около 60 миллионов человек. Эксперты прогнозируют, явка превысит 90%. А вот сами граждане Турции эти выборы называют историческими. В этом году кандидатуры на пост президента выдвинули 6 человек. Но главная борьба развернется между действующим главой государства Реджептейб Эрдоганом, кандидатом от Народного альянса и представителем Республиканской народной партии Мухарем Индже. По данным соцопросов, Эрдоган, который, к слову, 16 лет не проигрывал выборы, сейчас поддерживает 50% населения. Но политологи утверждают, этого может оказаться недостаточно для быстрой победы. Поэтому не исключаю, что все точки над «ыр» оставит второй тур голосования. Борьба между оппонентами разгорелась нешуточная. В канун выборов в Стамбуле прошла многомиллионная акция в поддержку Мухаммара Индже. В случае победы он пообещал в течение 48 часов отменить чрезвычайное положение в стране, усилить борьбу с терроризмом и ускорить переговоры о вступлении в ЕС. Я хочу, чтобы мир, справедливость, братство, равенство, демократия победили на этих выборах. Мы это заслужили. Традиционно семья Эрдогана голосует по месту регистрации на азиатском берегу Босфора в районе Ускудара. На избирательный участок действующий президент пришел в сопровождении супруги, дочери, зятя и двух внуков. Эрдоган заявил, один из главных пунктов его предвыборной кампании – изменение формы правления в государстве. Эти выборы имеют особенность. Благодаря им Турция проводит практически демократическую революцию. Переход к президентской республике – это то, что и должно было случиться с нами. Принимая президентскую систему, мы серьезно поднимаем планку, даже выше, чем современные цивилизации. Оппонент Эрдогана Бухарем Инджи вместе с супругой отдал свой голос на избирательном участке в турецкой провинции Ялова. Надеюсь, это будет во благо наших людей, нашей страны. Надеюсь, что случится самое лучшее. Спасибо всем. Причиной назначения досрочных выборов эксперты считают ухудшение экономического положения страны и связанные с этим опасения Эрдогана. Социологи прогнозировали ему падение рейтинга вплоть до 2019 года. Я надеюсь, что победит Мухарем Инджи. Хочу, чтобы Эрдоган проиграл, мы надеемся. Потому что в Стамбуле нет туристов, мы не можем зарабатывать. Мы хотим лучшего и, возможно, с приходом Инджи что-то изменится. В 5 часов вечера все избирательные участки закрылись и бюллетень отправили в ЦИК для электронного подсчета голосов. А уже в 12 часов ночи обещают огласить результаты выборов. Александр Васильченко, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Специально из Стамбула. Учиться работать и жить, а не выживать. Украинская молодежь массово покидает страну. Уровень миграции приближается к критической отметке. Кто останется через 20 лет? Подсчитала Любовь Кукла. Массовая миграция. Очень грустно то, что реально половина, больше половины, 70%, 80%, я не знаю точно цифру, не могу сказать. Включая меня, все практически работают за границей. Знакомьтесь, Ангелина Москаленко. По специальности девушка-математик. По призванию фотограф. Зарабатывать на жизнь решила именно искусством. Не могу, я не представляю свою жизнь в кабинете, сидя за формулами. И вот так, в этих четырех квадратных метрах. Мне хотелось чего-то другого. Мне хотелось создавать, творить. Да, создавать, творить, но не здесь, а за границей. Ведь там и условия лучше, и возможностей больше. Сразу после университета Ангелина уехала в Европу. Всего сотни евро в кармане. Сразу, буквально через 2-3 недели. Возможно, это моя частная история, это мое везение. Но через 2-3 недели после того, как я приехала в Францию, сразу стала зарабатывать деньги. То есть людям понравилось то, что я делаю. Они сказали, да, класс, мы хотим это. И меня это очень шокировало. Шокировало? Еще бы. Ведь у нас в Украине, будь ты талантлив и семипядий во лбу, по большому счету не нужен никому. Молодые кадры в Украине не ценят. Да и вообще зарплаты низкие, цены высокие. Поэтому люди уезжают. Кто работает, а кто учится? Понад 70 тысяч украинских граждан, которые учатся в закордонных университетах. За границу едут все. И рабочие, и айтишники, и врачи. Словом, именно те, кого так не хватает в Украине. А что делать? Ведь у нас вечный кризис. То политический, то экономический. Если в столице условия еще более-менее терпимые, то в глубинке дела намного хуже. Ивано-Франковск, автовокзал. Ежедневно в Польшу отсюда отправляются десятки автобусов. Это напоминает конвейер. В поисках лучшей жизни местные жители массово выезжают. Среди них сестры Любовь и Галина. Так стараемся постоянно поехать на три месяца, чтобы заработать. Чтобы было на проживание. Потому что пенсии еще нет, еще не будет. Важно. Хоть иметь свои рубашки. Женщины собирают в Польше малину. Говорят, работа хоть и тяжелая, но платят прилично. 700 долларов, 600. Меньше нет, если урожай. Нормально полив на малину. А это почти 20 тысяч гривен в месяц. В Украине такие деньги, говорят сестры, им не заработать. Да и вообще, из их села в поисках работы уехали почти все. Остались разве что пьяницы да инвалиды. Уезжают целыми семьями. Главные направления все те же Польша, Чехия и Россия. В этот рейхлажник начали ездить, чтобы покращать становище в семье. Как прожить, а то трудно, вы сами знаете. И доля нас заставляет. Только в Польше уже более миллиона украинцев. Хотя точно оценить масштабы трудовой миграции невозможно, ведь многие уезжают нелегально. Из-за тотальной бедности и коррупции гражданинам другой страны мечтают стать едва ли не большинство украинцев. Любовь кукла Жанна Дучаки, Юрий Романюк. Подробности телеканал Интер. Рестарт Шаровского замка. Во что команда архитекторов, айти-специалистов, инженеров и дизайнеров предлагает превратить старинную усадьбу в Харьковской области? Знает Светлана Шехкера. При входе в замок прогуливается пара в старинных нарядах. Это хозяева. Придут гости, будет много чего интересного. Концерт, будет бал. Перед самим замком юные художники пытаются воссоздать в акварелях неоготические шпили. Сложновато, непросто. Ну, нужно правильно нарисовать тени, свет, игру цветов. Нам доводилось рисовать замки для каких-то сказочных работ, там, представлять их. А здесь мы рисуем замок, как видим, прямо перед собой. Это очень интересно. В самом замке волонтеры рассказывают гостям о каминах и росписях. Для изготовления и таких прекрасных каминов были приглашены мастера из Дрездена. Ну, и паркет, собственно, тоже сохранился в оригинале, который был произведен на фабрике Леонида Кёнига. Айти-специалисты показывают программу «Путеводитель» для иностранных туристов на шести языках. Здесь есть у нас QR-код. Нажимаем на ссылку, которую предлагают. Нам сразу загружается выбор языка. Выбираем язык, например, китайский. У нас здесь есть информация, картинки, текст, описание объекта, как проехать. В дубовом зале замка главное таинство – представление проектов. Например, предлагают создать на территории Шаровского комплекса арт-резиденцию. Это создание скульптурного парка, проведение скульптурных симпозиумов, как часть скульптурного парка, как способ, каким образом наполнять этот скульптурный парк. Производственно-творческие мастерские в хоз-дворе. В общей сложности выбрали более десяти проектов. В Шаровском замке предлагают создать музей света, центр искусства и образования, инклюзивный семейный дом, центр экотуризма и даже театр. Мета этого проекта не только привернуть увагу до Шаровского замка, который является национальным надбанием, а еще и открыть идеи, чтобы их реализовать и открыть замок как новую локацию, новую, интересную для возможных перформансов, а также возможных событий. Мы уже из областного бюджета выдали финансирование для того, чтобы эта локация и этот замок были в належном состоянии. Два проекта победителя получат сертификаты на 10 тысяч гривен для старта своих проектов. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканал Интер Харьковская область. Вернуть вытрезвители. Такая идея пришла в голову чиновникам в Ивано-Франковске. Как они планируют это реализовать, а главное зачем, выясняли наши корреспонденты. В парке недалеко от железнодорожного вокзала такую картину можно увидеть едва ли не каждый день. Десятки пьяных, на скамейках, газонах, под заборами. Не стесняясь, многие распивают водку прямо во дворах. Но так по-тихому отлеживаются далеко не все, рассказывают сотрудники муниципальной стражи. Многие цепляются к прохожим. Чтобы их утихомирить, нужно место. Но увозить сегодня в Ипивох просто некуда. Полиция и медики все чаще отказываются их забирать. Мы вот с патрульными закинули его до них в машину, посадили. И параллельно с ними ездили от лекарни до лекарни, чтобы ему надали какую-то помощь. А в приемальню привозят. Но он пьяный, буйный, но он не потребует. Его жизни ничего не загрожает. В Горсовете решили не изобретать велосипеда, исправить ситуацию старыми, но проверенными методами. Восстановить в Ивано-Франковске вытрезвитель. Мы понимаем, что все равно это безопасность, спокойствие и приемное перебывание жителей города и гостей. Мы уже ведем эту работу с главным управлением национальной полиции про то, чтобы помещение, которое сейчас на первом поверхности расположено, дом книжного перебывания, другой поверх, чтобы все-таки место могло отримать вкористовании. Ничего общего с вытрезвителями советских времен заведение иметь не будет, обещают чиновники. Это скорее будет похоже на кризисный центр, где должны предоставлять социальную и медицинскую помощь. Впрочем, обустроить заведение собираются в том же помещении, где и раньше находился вытрезвитель. Помню, там внизу их мыли холодной водой. Там они кричали, под душ холодный их брали, и сразу они там внизу то все было. В такой инициативе жители города рады. Когда именно откроется такой кризисный центр, пока неизвестно, как и то, во сколько обойдется городу его содержание. Олег Ермаков, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивана Франковск. Искали османскую галеру, а нашли байдаки. Это древние плоскодонные суда с мачтой. Какие тайны хранят эти корабли? Давайте узнаем. К этой экспедиции запорожские историки готовились долгих 10 лет. И вот старенький баркас, преодолев более 400 километров, бросает якорь недалеко от Херсона. Это водолазно-рейдовый бот. Это специализированное судно для водолаза. Здесь есть барокамеры для больших глубин. Но погружаться на большие глубины не пришлось. Всего несколько метров, и гидроархеологи замирают от увиденного. Выплывает и говорит, Слава, мы корабль нашли. Ну да, вот уже второй. И тут я понимаю, что вот сейчас, сейчас мы сделали еще одно открытие. Но вместо ожидаемых османских галер, на дне реки историки нашли не менее древние грузовые суда. Скорее всего, это турецкие торговые корабли 16-17 веков. Такой вывод сделали не только исходя из формы транспортных средств, но и их содержимого. На борту огромное количество керамики. Ну, если приюхаться, то еще есть легкий-легкий запах табака. Пролежало в воде больше 300 лет, а может даже 400. Но запах еще чуть-чуть сохранился. И скорее всего, добавляет руководитель экспедиции, корабли были разграблены. У меня подозрение, что это могла быть внезапная атака запорожца, которые попросту напали на эти корабли ночью. Во многом первостепенное значение занимал вопрос веры. То есть, если это иноверцы, и если у них корабль слабее, почему бы его не разграбить? Грабить древние суда продолжают и сейчас, говорят историки. Только в наши дни этим занимаются черные археологи. Вот представьте себе, 10 лет мы пытаемся найти возможности, чтобы обследовать эти корабли. Пробиваем какие-то разрешения, дозвелы, открытые листы, пишем программы. Пытаемся найти какие-то деньги. Грабителям для этого не надо ни программ, ни дозвелов, ничего. Они просто выезжают и грабят, и фактически уничтожают историю. Впрочем, золотых монет здесь нет и не было, говорят гидроархеологи. Для них важно другое – изучить корабли. Это позволит понять, как развивались технологии и общество в те времена. Начатые работы ученые продолжат в следующем году. Андрей Кровец, Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности – телеканал Интер. Евросоюз предостерегает США от введения новых пошлин на европейские автомобили. Дональд Трамп написал о таком намерении в Твиттере после введения европейских санкций на американские товары. О том, как новый виток торговой войны может повлиять на Украину, расскажет Елена Абрамович. Буквально пару лет назад США лоббировали обнуление пошлин со странами Евросоюза. Готовили так называемое трансатлантическое торговое партнерство. А теперь мир стоит на пороге масштабной торговой войны. Америка и Европа одна за другой поднимают пошлины. В Брюсселе подготовили доклад о возможном ущербе. Чтобы предупредить Вашингтон, который и начал эту игру, пострадают все. А началось все с увеличения Дональдом Трампом пошлин на алюминий и сталь. Еще во время предвыборной кампании он заявлял, американская солилитейная промышленность страдает от перезбытка продукции из других стран. И в марте ввел, соответственно, 10 и 20 процентные пошлины. ЕС ответил симметрично. Появились пошлины в 25 и 50 процентов на американские джинсы, мотоциклы и ряд других товаров. В силу они вступили 22 июня. И Трамп сразу же пригрозил. У него готов ответ. Если эти тарифы и барьеры вскоре не отменят, мы введем 20-процентный сбор на все европейские автомобили в США. Создавайте их здесь. О том, что ответные меры как со стороны США, так и ЕС негативно повлияют на мировую экономику, уже несколько раз заявляли международные инвесторы, в том числе и МВФ. Рынок автомобилей это 300 миллиардов долларов. Незаметно такие меры не пройдут. С этим аргументом достучаться до США пытается также Канада. Нетрудно принять то, что лидер страны может нанести ущерб своей автопромышленности. Если ввести такой тариф для канадских автопроизводителей, то это очень негативно повлияет на всех, учитывая интеграцию цепочек поставок деталей, сетей автоматического снабжения через канадско-американскую границу. Затронуть это может и украинскую экономику, так как негативные тенденции на Западе влияют и на нашу страну. На данный момент доля украинского экспорта в ЕС, который раньше был в основном ориентирован на Россию, составляет почти 43%. Евросоюз наш основной торговый партнер. За 4 месяца нынешнего года Украина нарастила экспорт в ЕС более чем на четверть. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Политическая диета. Пресс-секретарь американского президента осталась голодной. Почему ее выпроводили из ресторана, разбирался Дмитрий Адопченко. Провинциальная Америка. Городок Лексингтон в трех часах езды от столицы, который не припомнить, когда и в новостях-то вообще упоминали. Но сейчас о нем только и говорят после заявления пресс-секретаря главы государства. Сару Сандерс там выставили из ресторана. Только за то, что она сотрудник Белого дома. Сандерс, обидевшись, поделилась деталями в Твиттере. Причем не в своем личном аккаунте, а на официальной странице пресс-секретаря Белого дома, где она обычно новости сообщает, ну а значит вся американская пресса на нее подписана. Сообщила, что она решила поужинать с друзьями, но владелица заведения, узнав ее, потребовала убираться. Только за то, что она работает на Трампа. Чуть позже пресса выяснила. Это действительно правда. Хозяйка сказала репортерам Вашингтон-Пост, дескать, ни о чем не жалеет. И сделала бы это еще раз. Мол, у нее геи среди персонала, а Трамп запретил трансгендерам в армии служить. И вообще они против новой администрации. Вот владелица и спросила официантов, будем ли мы обслуживать медийное лицо Белого дома. И все якобы решили, нет. Скандал в итоге разгорелся не шуточный. Ведь американцы при любой администрации, невзирая на все политические бури, всегда были максимально толерантными. Они разделены на сторонников демократов, республиканцев, поддерживают разных кандидатов. Но в обычной жизни были очень лояльны друг к другу. Во всем, что не касается политики. Однако сейчас страна разделена настолько, что даже в реакции на ресторанный скандал под сообщением Сандерс в Твиттере слов осуждения и поддержки тоже 50 на 50. Дорогуша, тебе, наверное, было так сложно. Видимо, настолько же сложно, как в ситуации, когда тебя насильно разлучают с детьми и задерживают как преступника только за то, что ты ищешь убежище. Сара, мне так стыдно за то, как ведут себя либералы. Решил из сторонника демократов стать республиканцем. А я почему-то уверена, что ты не имеешь права использовать свой рабочий аккаунт, чтобы атаковать частных лиц и их бизнес. Вы когда-нибудь слышали о свободе слова? Американцы, живущие в Вирджинии, в любом случае ответят, этот ресторан скоро будет закрыт. Ресторан и в самом деле сейчас закрыт, но не из-за скандала. Выходные по расписанию он открывается только к вечеру. И персонал впервые отправится на работу, оглядываясь по сторонам, опасаясь, не побьют ли им сегодня стекла. Настолько наколены страсти. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Британия рассматривает возможность легализации канапли для медицинского пользования. Что стало причиной того, что Лондон, вероятно, изменит свое отношение к каннабису, расскажет Светлана Чернецкая. Это уже маленькая победа для Билли и его мамы. В исключительном порядке мальчику разрешили принимать масло канапли для лечения эпилепсии. Этот препарат семья покупает в Канаде, где каннабис легализирован. Масло канапли поддерживает жизнь моего ребенка. Этот препарат предотвращает ужасные приступы, каждый из которых может стать для сына последним. Без этого препарата Билли умрет. Пока в Британии всего два ребенка, которым разрешили лечиться маслом каннабиса. У шестилетнего Алфи, как и у Билли, редкая и тяжелая форма эпилепсии. У мальчика бывает до 30 приступов в день. Его семья перепробовала десятки медпрепаратов, но самый эффективный масло канапли. Его покупали в Голландии, зная, что использование препаратов в Британии незаконно. Все, чего мы хотим, это нормальной жизни для нашего ребенка. Сейчас он не может ходить в школу, не может общаться со сверстниками. Именно истории Алфи и Билли повлияли на решение главы МВД пересмотреть законодательство относительно применения каннабли. Саджи Джавид заявил о начале немедленных консультаций о медицинских преимуществах каннабиса. Как отец, я хорошо понимаю, что нет ничего ужаснее, чем видеть страдания своего ребенка. Ты готов на все, чтобы помочь ему. Поэтому я сочувствую детям Алфи и Билли, а также их родителям, которые находятся под сильным давлением. И сделаю все от меня зависящее, чтобы они имели доступ к самым лучшим лекарствам. Использование каннабли в медицинских целях разрешено во многих странах мира. Кроме Голландии, это Германия, Греция, Польша, Израиль, 20 штатов США и другие. Во многих государствах законно и рекреационное употребление марихуаны. Но в британском правительстве настаивают. Пересмотру предстоят исключительно медицинские свойства каннабиса. И любителям марихуаны радоваться не стоит. Она остается запрещенным наркотическим веществом. И, как и раньше, за владение каннаблей здесь грозит до пяти лет тюрьмы. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Там, где жила Мавка, статус памятника архитектуры не спасает дом Леси Украинки. Почему музей разрушается на глазах? Разбиралась Снежана Сидорук. Леся тут жила с перерывами до 1907 года. Как сама она сказала про Колодяжный, это собственное дом. Только тут, в Колодяжном, была собственная домика Косачьев. Усадьба Леси Украинки находится в нескольких километрах от Ковеля. Это так называемый Белый лесендом. Именно здесь она создавала свою лесовую песню. А здесь жили родители. Сейчас оба здания не в лучшем состоянии. Фасады в трещинах, штукатурка осыпалась. Каждую весну в подвалах стоит вода. Последний раз ремонт все сделали в 1991 году. Даже если видно частично, что они сейчас ремонтуются, то когда начать их ремонтировать, зацепить, там полностью они по надуванию и начнут обваливаться. Сотрудники подкрашивают стены, делают минимальный ремонт, но влага и время работают быстрее. Обваливаются стены, трещины по всей стены. И даже самое дерево, видите, полностью оно просыпается в руках. Настолько от сырости пошла в стены, что стены полностью сруйнувались. Несмотря на такое плачевное состояние, в усадьбу приезжают туристы. Не менее 40 тысяч ежегодно. Много гостей из-за границы. Часто бывают школьники. Вот это группа из Одессы. В этом доме, признаются туристы, сохранились не только личные вещи писательницы, но и ее душа. Нам было очень интересно узнать об этой писательнице, потому что это писательница, которая является для нас воплощением национальной идеи Украины. И то, что мы посетили это место, где она жила, где она творила, это является для нас очень важным. Сейчас отсчет идет уже не на годы, а на месяцы, утверждают сотрудники музея. Еще немного, и пускать туристов в дом будет опасно. Сделать капитальный ремонт самостоятельно они не могут. Как всегда, все упирается в деньги. Потреблена у нас, звичайно, колоссальная сумма. Но я знаю, что это дело не одного дня, даже не одного, возможно, года. Но на сегодняшний день вопрос уже стало настолько критично, потому что дом полностью руйнуется. О необходимости сохранить памятник архитектуры наконец заговорили и депутаты Волынского облсовета. Но о полноценной реконструкции речь пока не идет. Деньги на это в бюджете не предусмотрены. Поэтому обращаться будут в Кабмин. Снежана Сидорук, Николай Васильев, подробности, телеканал Интер, Волынская область. Семь проектов, один победитель. На сцене малого театра провели питчинг идей. За что соревновались молодые таланты, знает Марина Григорян. Репетиция в разгаре. Прожекторы, музыкальные инструменты и деревянная сцена. Через несколько минут все это окажется на террасе, где каждый участник театрального питчинга будет доказывать жюри, что именно его проект достоин продолжения. Это действительно новый для театра формат питчинга идей. Мы, можно сказать, запозичили его в кино. Нам прислали много видеозаявок. Мы выставили их на голосование в социальных сетях. И вот сегодня у нас семеро финалистов глядатского голосования презентуют свою идею. Несмотря на шум вокруг, Анна повторяет свой монолог. В случае победы она получит шанс поставить спектакль известного норвежского драматурга. Постановка выставы Фина Хавревула «Ластевка летает низко». Это классическая постановка для театра, для людей. Эта выстава также есть в ней тема войны. Оценивать молодые таланты пришли независимые эксперты, художественные руководители киевских театров. Такие инициативы, говорят, поддерживают с удовольствием. Критерия один, чтобы это было талантливым. А другие критерии, которые тоже важны, это актуальность, сучасность, потребность глядачу. Я хочу постоянно чувствовать одну эмоцию. Ух ты, ух ты, ух ты. В прошлом году победителем Питченга стала Вероника Литкевич. Ее «Вечера поэзии» вот уже год с большим успехом идут на сцене Малого театра. Мы сделали вечер из наших стихотворений здесь, на террасе, вечером, под лампочками, живая музыка. И, на мой взгляд, у нас получилось очень весело, легко. В этот раз по результатам голосования победил Андрей Гуцел с постановкой «Спектакль в полной темноте. О жизни незрячих» уже в следующем сезоне этот проект можно будет увидеть на сцене Малого театра. Марина Григорян, Вадим Ревун, подробности, телеканал «Интер». Почему в Саудовской Аравии на дороге массово выехали женщины? Можно ли создать дракона из беспилотников? И как прошла свадьба героев «Игры престолов»? Обо всем этом прямо сейчас. Товарный поезд сошел с рельса в американском штате Айова. В результате разлилось более 700 тонн нефти. Инцидент произошел недалеко от города Дун. Сейчас на месте происшествия работают специалисты по опасным веществам. Уже удалось собрать почти 300 тонн нефти. О причинах аварии пока не сообщается. Более 600 домов уничтожил на Гавайях вулкан Килауэя. Полностью высохло озеро Грин. Правительство продолжает эвакуацию местных жителей из-за угрозы отравления. Извержение Килауэя продолжается уже больше месяца. Это один из самых активных действующих вулканов на Земле. На дорогах в Саудовской Аравии появились первые женщины за рулем. После многолетнего запрета им позволили сдавать на права и водить транспортное средство. В связи с этим сотни желающих устроили массовые заезды по главным улицам королевства. До прошлого года Саудовская Аравия была единственной страной в мире, где действовал закон о запрете для женщин водить автомобиль. Китайские ученые обнаружили останки ранее неизвестного вида обезьян. Археологи нашли захоронение в древней гробнице города Шаньси. Предположительно, это вид гиббонов, который люди истребили несколько сотен лет назад. Ученые из Лондонского университета опасаются, что ныне живущим гиббоном грозит подобная участь. В Японии создали дракона из дронов. Устройство способно выполнять различные трюки в воздухе. Изобретение ученые назвали The Dragon. Благодаря многочисленным модулям робот может находиться в воздухе три минуты. Исследователи надеются, что такой дракон будет полезен при проведении поисково-спасательных операций в условиях ограниченной видимости, к примеру, в пылающем здании. Звезды знаменитого сериала «Игры престолов» Кит Харрингтон и Роуз Лесли поженились в Шотландии. О своей помолке актеры объявили еще в сентябре прошлого года. Долгожданная свадьба состоялась в замке Уордхилл, недалеко от города Абердин. Кроме родственников, на церемонии венчания присутствовали коллеги по сериалу, среди которых оказалась Эмилия Кларк, сыгравшая Дайнерис, и Питер Динклейдж, известный по роли Тириона Ланнистера. Знаменитый бластер Хана Соло из фильма «Звездные войны. Возвращение джедая» ушел с молотка в Нью-Йорке за 500 тысяч долларов. Лот очень быстро стал самым дорогим на аукционе. К бластеру, которым пользовался актер Харрисон Форд, прилагались оригиналы документов, связанные со съемками отдельных сцен шестой части фильма. Это все новости на сегодня. Приятного вам воскресного вечера. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова